Короткометражный пластилиновый мультфильм «О вере в себя», о взаимоотношениях между родителями и детьми снимают в Харькове. В уютной квартире на новых домах тройка энтузиастов оборудовала мини-студию. Режиссер и скульптор Александр Швецов, оператор и режиссер монтажа Сергей Шмандий и композитор Лина Митсуки. Пластилин, техника, свет и желание – это все, что нужно для создания пластилинового мультфильма, утверждают ребята. Александр уже 10 лет занимается созданием пластилиновой анимации. Сергей и Лина примкнули к нему лишь в 2017 году. Работать над мультфильмом мы стали после того, как услышали песню Лины Митсуки «Верь в меня», которую она написала в декабре 2016-го. Мы настолько вдохновились ею, что сразу принялись за написание сценарио для одноименной короткометражки, рассказывает Александр. Мультфильм «Верь в меня», по словам его создателей, нужен, чтобы сделать Харьков популярным у туристов, а продвигать короткометражку планируют на международных фестивалях. История, о которой расскажут в мультфильме, актуальна для представителей разных стран, нетипичная для харьковских реалий темнокожая девочка Матильда мечтает стать пианисткой, как ее дедушка. Но родители-стоматологи решили, что дочь должна посвятить себя врачебному делу. Мы решили рассказать о том, как ребенок выбирает жизненный путь, и о конфликтах, которые часто возникают в семьях между родителями и детьми по этому поводу, поясняет Александр. Ребята вместе написали сценарий, утвердили режиссерскую раскадровку, а спустя полгода принялись за реализацию идеи. Сейчас харьковчане лепят декорации героев мультипликационного фильма, на что понадобится около 45 килограмм пластилина и терпение. В мультфильме задействуют четырех главных персонажей, Матильду, ее родителей, дедушку, а также второстепенных, цветочницу, музыкантов и массовку. Также авторы трудятся над созданием пластилинового реквизита для четырех локаций, в которых можно будет узнать харьков, на фоне которых и будут происходить события мультфильма, а также отдельные детали для крупных планов, лица и части тела героев. На создание взрослого персонажа уходит 750 грамм пластилина, на маленького – 550 грамм. Съемка, пожалуй, самый сложный и кропотливый процесс, потому что ребята оживляли пластилиновые фигурки. Основные движения персонажей создаются с помощью техники. Каждое движение персонажей фиксируется отдельным кадром фотоаппарата. Сделал один шаг – кадр, второй шаг – еще кадр. Потом эти снимки собираются и превращаются в цельный ролик при помощи монтажа, поясняет оператор Сергей. Но это сделать не так уж и просто. Иногда для создания ролика на пару секунд необходимо отснять до 30 микрокадров и потратить до часа времени. Процесс усложняется тем, что, если кто-то нечаянно задел свет, или персонаж упал, все начинается сначала, ведь возобновить композицию и положение героя практически невозможно, продолжает Сергей. В этой работе также важно следить за движением персонажей и перемещением фона, а также обращать внимание на свет, который создает атмосферу пластилинового мультфильма. После завершения съемок ребята самостоятельно озвучат и смонтируют ролик продолжительностью 10 минут. Увидеть мультфильм зрители Харькова смогут в конце ноября в кинотеатре «Боммер». Мы удивим неожиданным финалом. В будущем планируем создать еще два ролика, которые также будут о вере, но с другими сюжетами и героями, говорит Лина. Создатели надеются, что не только зрители Харькова оценят их работу о темнокожей Матильде.